Какой сейчас размер телевизор должен быть? Сейчас это огромный, огромный, огромный. Или для селфон, для сотовый. Нужен новый экран примерно. Мы анализировали рынок сейчас, мы анализировали сколько конкурентов, мы анализировали развитие, рост каждый год и прогнозировали следующие несколько, типа 5 лет или больше. А потом мы занимаемся financial analysis, финансовый модел. Мы можем посмотреть именно через финансовый анализис, а сколько стоит эта технология сегодня. Если рост будет продаж, 100 тысяч экран каждый месяц, через 5 лет, есть финансовая техника. Я не наук, но я финансист. Я занимаюсь финансовым анализисом. От этого мы собираемся рамками. Эта технология сегодня, это будет стоить не меньше, чем миллион долларов, но не больше, чем 5 миллионов. И мы подумали об этом, наши интересы. Если мы инвестиции 5 миллионов сегодня, investment fund, нужно через 5 лет, 25 миллионов долларов обратно. Мы понял, что наш цел по IRR, internal rate of return. Если занимается инвестицией 5 миллионов долларов сегодня, я интересуюсь, получил не менее, чем 25% IRR. Если калкулировать, то надо получить 25 миллионов долларов. Прибыль 20 миллионов. Но это не факт. Но этот анализис мы стараемся уменьшать риск. Главный бизнес ангел, лучший бизнес ангел уже был венчур менеджер, который это понимает, это все финансовый анализис. И я именно подумал это как бизнес ангел, потому что я понимаю менталитет венчур инвестор. Если я в бизнес ангел сегодня закладываю какой-то 200 тысяч долларов на научный проект, я интересуюсь, через 2-3 года поймал венчур инвестор, который может сделать развитие проекта для следующего уровня, а потом через несколько лет будет продать индустриальный партнер типа LG. Но опытный smart money investor уже подумал об этом каждый этап. Что нужно для следующих полгода, по прототипу, получил эффектив. Или, может быть, прототип не получил результат и нужно добавить еще 3-6 месяцев. А сколько денег надо для этого развития. Поэтому вот это все это calculations. Это холодный, без эмоций, это анализис. И вот это люди умеют и именно это занимается. От этого? Да. Какие еще будут вопросы? Многие интересовались именно вот этой финансовой projection, я бы сказала. Какие будут вопросы, Кендрик, вот на этом этапе? Как перед началом работы, вообще перед тем, как патентовать, оценить, будет ли это выгодно вообще затевать? Здесь всего три финансиста, которые сидят. Из них два профессиональные. Больше никто не задаст. Может, кто хочет, давайте расскажем. Пять миллионов кирпикат. В первую очередь 5 миллион долларов. В следующую очередь 20 миллион долларов. Что нужно делать, надо анализировать сегодня, что проект нужно. Рано и так, бизнес-ангел, это готов инвестиции от 100 тысяч долларов до, может быть, полмиллиона. Бизнес-ангел интересует, собирается в портфолио 10-20 разных проектов. Поэтому бизнес-ангел не инвестиции большая сумма денег. Это мелкие суммы именно что? Для прототип и IP protection. Вот это два самые главные идеи. И третий – это поддерживать команду. И через полгода должен быть какой-то милстон? IP protection. Командор работает, прототип работает и proof of concept. И сделаем право на патент именно для этого прототипа. А потом, это бизнес-ангел, можно потом собрать этот проект для Venture Investor. Это фонд, который может быть инвестицией от полмиллиона долларов. Но Venture Fund есть разные этапы. Есть seed fund, есть Venture Fund, есть expansion fund. И самое главное – ищем какой Venture Fund, который есть опыт именно для этого технологии сегмента. Если этот фонд очень опытный по телекоммуникации, не надо предлагать фармасептикопроект. Фармасептикопроекты, Devices, надо предлагать именно фонд, который есть опыт для этого. Потому что Venture Fund добавит деньги, но не только. Они можно открыть много дверей для разных фармасептикопроектных компаний. Поэтому Venture Fund будет показывать, хорошо, мы инвестиции на 2 миллиона долларов. И так 2 раунда может быть. И это развитие должен быть от unit production до series production. Типа есть прототип, а потом следующий milestone – это когда можно каждый месяц приготовить 10 штук. И это можно показывать, да, мы умеем готовить 10 штук. Мы поняли, какой процесс. Но потом собрается тысяча штук в месяц. Это надо гораздо больше инвестиций. Это следующий этап. И сначала надо подумать. Если мы получили этого, через полгода надо еще деньги для этого, для этого и для этого. Понятно, да? Как я понял, это расчет от объема. Последующих объемов в следующий год. Да, да, да. У меня фонд был общим 30 миллионов долларов. Я занимался проектом от полмиллиона долларов до максимума полтора. Я от этого 30 миллионов долларов забирается должен быть какой? 20-25 проектов. А срок, время 10 лет. Вопросик нет? Еще вопрос был? Вопросик, я прошу прощения. То есть бизнес ангел отбирает проекты те, которые в дальнейшем можно продать. Для этого есть определенная методика. Если вы по этой методике выявляетесь, что этот проект не интересен, то отказывается. Если он не интересен, то вы заранее знаете, кому его продать. Вот так ли? Я должен всегда подумать, кто потом будет продать. То есть будет ли покупатель? Но можно один брать на шок. Как роль играет центр коммерциализации технологии, хороший университет, можно сказать, технологии тренсфер офис. Они уже должны посмотреть ваш проект, как ученые, есть проект. И мы, как бизнес-люди на технологии тренсфер офис, должны понять, какой дорожной картой для ваш проект. У вас есть команды, у вас есть бизнес ангел уже, у вас есть эта технология, которая уже была готова. Или вам нужен индустриальный партнер, который можно соинвестить с вами и разделить IP между университетом и вам, и индустриальный. Или у вас есть какой-то докторский студент, который очень интересует, будет бизнесмен. А это, это как будущий CEO, как молодой Стивен Джобс. Если университет оценивает двое ученые, есть очень умные идеи, есть IP и есть команда рядом, вот этот, это может быть спин-аут, это МИП, малые инновации предприятий. И университет может добавить поддержку, собирается ищет поддержку от фонд-бордник или другие фонды и так далее. Это другие варианты. Или университет тех тренсфер офис говорит, у вас отличная технология, очень хорошая идея, но у вас нет команды, и вам не надо индустриальный партнер пока. Давайте сделать этот патент на сейчас технологии, уровень сейчас, и продают лицензии. Это три разные дорожные карты. Каждая дорожная карта, совсем есть другой бюджет. То есть вы прорабатываете стратегию, куда, кому это можно продать или... И технологии тренсфер офис должен, как мы в Лобачевске собрались, с Venture Mentor Network, это сеть бизнес-ангел. Потому что нисколько проектов мы поняли рано, нам нужен бизнес-ангел, который будет поддерживать нас на следующий этап. И университет можно предлагать бизнес-ангел, который потом можно поддерживать проект на следующий этап развития. Ответ? Можно тоже один вопрос задам? У меня специфичный вопрос касательно B2G. Потому что в B2B и B2C там, в принципе, все будет понятно. Ну, в России B2G это самый большой уже. В России и инвестиции в B2G на самом деле самые маленькие, это бизнес-ангел. А меня интересует больше не Россия, а больше США. Как там вот именно B2G? Если, например, у нас есть проект, который уже продается в России. B2G проект. Он уже в России продается, он как бы работает. Мы хотим выйти, например, на США. Насколько это реально вообще? Ну, B2G это надо в России, это все ясно, это понятно. Давайте дайте определение B2G, чтобы все были в России. Бизнес-то-говермент. Бизнес-то-говермент. Это job, ну, government relations. Да, да, да. Бизнес-то-говермент. Но это B2G в Америке надо разделить. Это дефенс, это оружие, или это социал сфера, или это совместный public-private partnership, это philanthropy, это университетский систем. B2G в Америке – это совсем другие идеи, чем Россия. B2G здесь – это government, это власть. Там в Америке есть разные уровни, есть разный сегмент, и каждый сегмент есть другие. Поэтому в какой сфере эта технология? Это для здоровья, это для инфраструктуры, дороги, вода, чистая вода, электрик, телекоммуникация, или это дефенс. Поэтому вопрос – это какой сегмент G в государстве? И потом совсем это можно другие пути. Ну, можно будет потом с вами? Обязательно. Пару слов об истории патентов, потому что она довольно забавная. Еще 500 лет до Прождества Христова в Греции было соревнование кулинаров. И кто выигрывал в этот год пулинарное блюдо, вот это самое лучшее, то в этот год у него было эксклюзивное право готовить именно это блюдо. Ну, на следующий год кто-то следующий выигрывал, и у него только он мог готовить это блюдо. Вот эта эксклюзивность, то, что другие не могут это делать – это и есть суть патента. И надо сказать, что первые такие вот, в нашем понимании, патенты появились где-то в районе 15 века, 1421 год. За способ перевозки мрамора по реке было выдано флорентийцу Филиппо Брюнесси первый патент. И надо сказать, что всегда было очень такое большое значение передавалось этому. То есть королевская печать стояла на патентах. Вот печать королевы Елизаветы английская. Итак, спрашивали про поиск. Про поиск спрашивали, где же мы смотрим и ищем патенты. Сразу скажу, первое место, куда вам нужно идти – это Google патент. Ну, чем мы знаем? Google мы все знаем, чем они известны? Лучший браузер. Браузер, который вытаскивает на поверхность то, что наиболее лучше всего относится к тому, что вы спросили. Что здесь важно сделать? Важно правильно спросить. То есть нам нужно подобрать такие ключевые слова и перебрать синонимы к этим словам, чтобы мы вытащили самые важные патенты. Я работаю на английском языке и я считаю, что именно поиск на английском языке в Google патенте, в английской версии, вот это именно то, что нам нужно. И Google патент имеет, как вы знаете, автоматический перевод. Я хочу сказать, что он очень хороший на самом деле. По крайней мере, абсолютно сразу можно понять, о чем речь, если вы делаете автоматический перевод на русский язык или, по крайней мере, то, что я делаю с русского на английский. Ну, поскольку мы сегодня говорим про США, то вот это веб-сайт американского патентного офиса – US Patent and Trademark Office. А вот это вот – это европейского офиса. Обычно я все-таки работаю, если мне нужно, то с американским патентным офисом. И этому есть еще такая причина. Дело в том, что в USPTO половина патентов американские, а половина со всего мира. То есть 50% заявок в США – это из других стран. То есть если кого-то интересует рынок хай-тека, 50% мирового хай-тек рынка, если не больше, если не 70 – это США. Значит, нужно подать у себя в стране и подать в США. И, соответственно, если я буду искать базу данных и USPTO, я, скорее всего, найду. И даже зарубежную патенту. Что важно сказать, и это специфические лекции, которые я читаю для патентов, таких углубленных людей, для которых патенты – это и есть основная профессия. Вы можете зайти на сайт патентного офиса США и увидеть каждый документ, который входит для каждой патентной заявки, которая даже еще не стала патентом, и тем более для любого патента. Каждую бумажку, которая была входит, каждое письмо, которое офис ответил. То есть вот эта прозрачность этой системы – это абсолютно идеальная, уникальная среда, в которой я просто плаваю. То есть я знаю все про всех, все, у кого что происходит. И так и должно быть, кстати, в российском патентном офисе и венчуре, когда-нибудь оно случится. Европейский тоже можно искать, это тоже полезная вещь. Еще раз про Google. Когда вы зашли в Google, вы можете скопировать в Word текст любого патента в Google. Вы там можете загрузить PDF-копию любого патента. Очень важная вещь. Вы можете посмотреть backward and forward citation. То есть там в конце пишется, какие документы и патенты процитировал этот патент, то есть что было до и привело вот к этому новому. И какие патенты процитировали этот патент, то есть bad consultation. И когда мы делаем поиск, на самом деле патентный поиск и ландшафт, с одной стороны, это несколько механическая вещь. То есть мы кидаем слова и мы выбираем все патенты, относящиеся к этому вопросу. Но это такой тупой способ, так сказать, просматривать и все. Искусство патентного поиска – это лавирование между backward and forward citation. Это такое дерево. Вот вы нашли относящееся, потом вы так посмотрели вправо-влево, да? Ага, а этот вот начал изучать вот как раз тот модулятор, который нужно нам, так запомним. А это нет, это система охлаждения. Так, мы идем сюда. А у этого backward-forward citation. Ага, давайте посмотрим это. Это не то, это не то. Ага, вот это нам еще ближе. Так, а теперь мы смотрим backward-forward citation. И так мы выходим. То, что, к сожалению, например, попадает полностью на то изобретение, которое мы планируем. Вот это искусство, вот этого вот backward and forward citation – это самое, наверное, главное. Но для этого нужно образование конкретно в этой области. Поэтому, когда вы выбираете себе патентного поверенного, пожалуйста, найдите умного патентного поверенного. Особенно полезно, если он именно из вашей области. Потому что он вот эту вот эту вот вещь, он чувствует. Вот он знает прям кожей. Так, да, и Google всегда работает. Вот мне нравится. Google всегда работает. Это такое отличное качество. Если там есть ПТО, может подключиться там на пару часов, там зависнуть, еще что-то. Google всегда. А вот там есть еще слимозамчики, похожие документы. Да. Но они не всегда ведь похожи. Там внизу, в конце. Ну да. Ну так ты их сразу там с одного взгляда отправишься. А вот идете, потом видеть, что вам больше всего. И вот это самое главное на самом деле в патентном поиске. Потому что вот это вот просто скроллинг по этому ключевому слову. Я помню, мне мой анализ, ну этот сотрудник делает патентный поиск на зонтик. Амбрелло, амбрелло, амбрелло. Все, все выписал. Там все такой красивый. У нас такой красивый патентный отчет. Мы делаем с такими печатями. Все сравнение. Я говорю, Кори, а где парасоль? Он что? Я говорю, парасоль. А что же такое? Говорят, это на французском зонтик. Но он употребляется в любом языке. Мы ввели слово парасоль и нашли тот патент, что на самом деле. То есть если бы он сразу, при том, что он коренной американец, но вот это немножко знание других языков, лавирование, оно помогает. Так, будем побыстрее, потому что я так столько... Итак, на что даются патенты? На новое, да? Новое, это новизна, вот такая принципиальная новизна. На полезное. Потому что, вот мне часто приходят, ой, наш алгоритм позволяет оптимизировать оптимальное решение оптимума при акцентах. Я говорю, да. Это очень хорошо. А для чего? Но вот если вам нужно оптимальное решение оптимизировать любой процесс... Нет, не нужно оптимизировать любой процесс. У меня должна быть конкретная задача, которая решается. Вот это вот, вот это вот, оно не патентуется. Вот это вот туман. То есть useful, да? То есть что-то полезно, что-то решать. Техническая задача. И non-obvious. Но это не очевидное решение. Вот это самый толк и момент, потому что очевидное оно или не очевидное, является ли оно очевидной комбинацией известных решений, или не является это самым серьезным вопросом. Итак, у нас есть стиральная машина и на ней стоит телефон, да? И вот он начинает звонить, когда стиральная машина закончила работу. Очевидно или слишком это просто, слишком это очевидная комбинация, что по получению сигнала телефон звонит. Или же это все-таки уникальное какое-то решение. Это на самом деле может решить только экзаменатор. То есть, вот сколько бы вы не гнили себя в грудь, уверяя в меня, что это уникальное решение, я не экзаменатор. Я, если вы меня так уж настаиваете, напишу вам патент на эту тему, предупреждаю, что я не чувствую, что это уникально. Ну, только экзаменатор может тот человек, который скажет, это уникально или нет. А в патентном ведомстве это решает конкретно служащий, что ли, или такая комиссия? Да, каждый патент поступает, заявка поступает в офис, и там проходит формальную экспертизу. То есть, правильно ли там подано, есть ли все документы, подписаны ли рисунки, еще что-то, еще что-то. И после этого она встает в очередь, да, и после этого на основании реферата кто-то читает и говорит, это из класса 32-34. И в этот класс она поступает. Там сидят люди, которые именно всегда экзаменуют именно заявки на эту тему. То есть, все специалисты, все экзаменаторы, он называется у нас экзаменатор, а по-русски он называется эксперт. И эксперт, он именно из этой области. То есть, если у вас какие-то типы инфекционных заболеваний, то он как раз специализируется на лечении, препаратов для лечения деца. Так что именно он знает. Это не тот? Это субъективное понятие. Так интересно. То есть, это может быть...